МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Спасибо за помощь. В администрации подвели итоги по сбору гуманитарной помощи для участников СВО за прошедший год. Крещение Господне, как проходит подготовка к православному празднику. Активный отдых и кар приглашает горожан на сеансы массового катания. Далее расскажем обо всем подробно. За прошедший год Саров оказал поддержку участникам СВО и их семьям на общую сумму более 70 миллионов рублей. Первый груз, собранный силами муниципалитета и предпринимателей, отправили еще в марте. Крупные отправки при существенной поддержке волонтеров были также в конце апреля и в сентябре. В посылке собирали предметы гигиены, теплые вещи, продукты, бутилированную воду и печь буржуйки. О том, как Саров помогает военным, наш следующий репортаж. В прошлом году на базе волонтерского центра «Радость моя» начала работу швейная мастерская. Саровские рукодельницы связали и пошили более 5000 изделий для нужд участников СВО. Носки, шапки, балаклавы, перчатки, медицинские трусы, тканевые повязки. Также, начиная с октября, волонтеры помогли собраться в зону СВО десяти добровольцам, обеспечили их одеждой и стандартным набором медикаментов. Первый груз гуманитарной помощи, собранной силами муниципалитета и предпринимателей, из Сарова отправили в марте прошлого года. Мы оперативно за полтора месяца собрали первые две машины. Это были МАЗы. Соответственно, мы быстро пытались сориентироваться в ситуации. И по запросам это были и продукты питания, и теплая одежда. Конечно, перечень средств, необходимых для сбора, он изменился, сильно видоизменился, потому что мы работаем уже под запрос. В посылке собрали предметы гигиены, теплые вещи, продукты, бутилированную воду, печи, буржуйки. Всего за год совершили 18 таких отправок. Последняя отгрузка гуманитарной помощи была 19 декабря через Дом народного единства. В общей сложности силами волонтеров, предпринимателей и ядерного центра участникам СВО и их семьям оказали поддержку на общую сумму более 70 миллионов рублей. Большое человеческое спасибо всем участникам этого мероприятия, поскольку неравнодушное отношение к жителям нашего города, к людям из соседней квартиры, из соседнего дома. Это явно прослеживается и не может не вызывать уважения. Напоминаем, что в Сарове действуют два центра приема гуманитарной помощи по адресам улица Пушкина, 24А, волонтерский центр «Радость моя» и Шверника, 11. От горожан принимают средства гигиены, перевязочные материалы, теплые вещи, предметы быта. За дополнительной информацией можно обратиться на горячую линию муниципального штаба «Мы вместе» по телефону 9-91-13. Традиционные крещенские купания в Сарове пройдут на пруду Боровом с 10 вечера 18 января до 3 часов ночи 19 января, сообщает департамент городского хозяйства. В это время на месте купания будут дежурить спасатели и медики. Для саровчан также предусмотрены пункты переодевания и обогрева. Перед купаниями специалисты исследуют дно водоема и проведут анализ воды на соответствие микробиологическим показаниям. Департамент городского хозяйства рекомендует горожанам воздержаться от купаний в необорудованных местах, а перед тем, как спуститься в холодную Иордань, проконсультироваться с врачом. Крещение Господне – один из главных христианских праздников для православных верующих. Вокруг него сложилось множество народных традиций, какие из них важно соблюдать, а какие лишь результат суеверий выяснила наша съемочная группа. Крещение Господне – один из двунадесятых великих праздников Русской Православной Церкви. Он установлен в честь евангельского повествования о крещении Иисуса Христа в реке Иордан, Иоанном Крестителем, предшественником Христа. По Евангелию, во время крещения на Иисуса сошел Святой Дух, а голос с неба провозгласил «Се есть Сын мой возлюбленный». Поэтому праздник крещения еще называют Богоявлением. Господь перед своим служением людям принял крещение, показал нам пример того, что и мы должны быть крещенными. И сказал своим ученикам – идите научите все языки крестящих во имя Отца и Сын Святого Духа. Вокруг крещения сложилось много народных традиций и поверий. Например, некоторые думают, что окунаться в прорубь – обязательный атрибут праздника. Бытует мнение и о том, что погружение в крещенскую купель смывает все грехи. Священники говорят, что это заблуждение. Купаться в ледяной воде можно только физически подготовленным людям. А грехи смывает не вода, а только таинство и исповеди. Народные традиции, окунаться – это как бы некое напоминание того, что человек когда-то крестился, но по жизни он забыл об этом. И вот, как бы воспоминая, может быть, даже о таком, сказать, на генном уровне, он окунается. Но это необязательное такое явление. Вместо купания можно просто умыться святой водой. Еще одно распространенное мнение – что вся вода на крещение становится святой, даже та, которая течет из-под крана. Поэтому некоторые не ходят в это время в душ или, наоборот, стремятся помыться именно в ночь с 18 на 19 января. На самом деле освящают воду только посредством церковной молитвы. Празднику Крещения Господня предшествует сочельник 18 января, который верующие проводят в строгом посте. Крещенские купания в этом году пройдут при комфортной температуре, обещают синоптики. Крещенских морозов они не ожидают. Потепление уже пришло в регион, и 19 января температура повысится до нуля градусов. Будет дуть слабый южный ветер. Днем и вечером возможен снег с дождем. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Электронная версия водительского удостоверения появилась в приложении Госуслуги авто. Также там есть цифровая копия СТС. Предъявлять документы в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету. Однако Госавтоинспекция напоминает, что пока водители обязаны иметь при себе водительское удостоверение в оригинальном виде. Нижегородским парам, которые живут вместе 50, 60 и 70 лет, будут дарить по 10 тысяч рублей. Это инициатива областного ЗАГСа. Сейчас власти утверждают порядок свадебных выплат, а вращаться за ними нужно будет в соцзащиту. 49 нижегородских медиков, работающих на дефицитных специальностях, получили по 1 миллиону рублей в качестве стимулирующих выплат, рассказали в пресс-службе правительства региона. Деньги были выделены врачам в прошлом году. Их получили сотрудники 24 бюджетных медучреждений. К дефицитным специальностям относятся, например, невролог, рентгенолог, онколог, инфекционисты и другие. Для получения выплат врачам нужно работать в штате медорганизации не менее 5 лет. Какая зима без коньков! ИКАР приглашает горожан посетить сеансы массового катания. Проходят они по пятничным вечерам, а также выходные. На лед вместе с оператором вышла и наш корреспондент Анна Пилипец. Каток на Икаре – один из самых больших в Нижегородской области. Его площадь более 13 тысяч квадратных метров. Он вмещает около 800 горожан одновременно. Для нашего города каток под открытым небом стал настоящим центром притяжения. Сюда приходят провести время семьи, компании, друзей и просто любители активного отдыха. Самые маленькие фигуристы здесь впервые встают на коньки. Мне тут нравится, потому что тут очень хороший лед. Мне очень нравится этот каток за то, что тут очень хорошо кататься. Народа мало, а сам он большой. Здесь можно компанией покататься. Каток достаточно большой. Каток очень большой. Ну вот почему-то вот хожу сюда, как-то нравится. Каток очень гладкий бывает. Побывает тут пару бугров. Но так-то каток прямой. Катаюсь хорошо уже, научился. На самом деле я из-за того, что училась в другом городе и приезжаю сюда к родителям, ну когда у меня появляется свободное время, я стараюсь каждый раз зимой, когда приезжаю, выбраться либо на каток, либо на лыжи покататься. Погода в эту зиму немного капризна, поэтому каток уже несколько раз таял. В зимние каникулы он не работал с 1 по 4 января. В течение дня 5 января каток посетило порядка 2000 горожан. Подготовка льда – тяжелая работа. Сначала создают снеговую подушку около 15-20 сантиметров. Затем проливают холодной водой. Получившуюся основу выравнивают горячей водой. В пользу случая приглашаю горожан на каток массового катания на стадионе Икар. Для вас играет музыка, работает экран. Есть буфет, где можно выпить горячий чай или кофе. Их с удовольствием провести в выходной день с семьей. Каток работает по сеансам. В выходные с 11.00 до 21.00, а в среду и пятницу с 15.30 до 21.00. Детям до 7 лет, включительно детям-инвалидам и детям из многодетных семей, вход бесплатный. Назад в СССР. В библиотеке Медколледжа разместилась выставка вещей советских времен. Студенты могут познакомиться с экспонатами, которые расскажут о жизни их родителей, бабушек и дедушек. А преподаватели вспомнят времена своего детства и юности. Подробности далее. Проектор для теофильмов, заварочный чайник, вазочка из хрусталя, кассета для магнитофона и многое другое. Старые игрушки, флажки на елку, мороженое по 20 копеек, обмен редкими марками, игры добозна во дворе. Эпоха СССР закончилась более 30 лет назад, но память о ней еще живет в сердцах тех, кто ее застал. Неспроста многие хранят вещи, купленные в далекие советские годы. Из таких экспонатов, бережно хранимых в саровских семьях, сотрудники студента Медколледжа собрали тематическую выставку. Выставка интересна не только студентам, но и педагогам. Педагогов она относит в их далекое детство, когда они погружаются в воспоминания. Самое яркое, наверное, одно из самых ярких у всех – это то, как они уходили гулять, могли оставить дверь в квартире открытой или положить ключ под коврик, оставив при этом записку, что ключ под ковриком. Для студентов, которые знают о быте СССР только из книг или рассказов родных, больше всего удивительно, что на каждой вещи есть цена. Годами стоимость продуктов, констоваров, предметов быта не менялась. Одну и ту же вещь можно было приобрести по одинаковой цене, что в курортном Сочи, что в столице, что в деревне в глубинке. Много на выставке предметов, о предназначении которых молодые люди не догадывались. Заварник у меня есть тоже на выставке. Все приходят, первая мысль – а это что, детская посудка? Я говорю – нет, это для заваривания кофе. И мы вместе стоим, а там даже инструкция сохранилась к ней, мы вместе стоим, разбираемся, как же это можно было заварить. Есть у меня еще очень интересная штука вот такая вот. Здесь они прям сразу могут смотреть. Я не знаю, были ли у вас в вашем детстве, когда берешь слайд, вставляешь, он увеличивается, то есть ты смотришь. Так как выставка открылась в преддверии Нового года, то почетное место на ней заняли праздничные открытки. На них рисунки Владимира Зарубина. Его в народе называли художником, который нарисовал Новый год. Добрый, светлый и волшебный они вызывают улыбку и у сотрудников, и у студентов. В чем плюс нашей выставки? Вот в музеях ведь таких выставок очень много, особенно, я думаю, к столетию было организовано. Но у нас большой плюс, то что каждый экспонат, все желающие могут взять в руки, потрогать и прям вот прочувствовать эпоху того времени. Тематическое оформление библиотеки колледжа в советском стиле оценила жюри Всероссийского конкурса для работников образования «Новогодняя сказка». Надежде Зламиной присудили диплом победителя в номинации «Оформление территории». В Нижнем Новгороде прошло ежегодное первенство области по русским шашкам среди юношей и девушек. Два золота и серебро – итог выступления саровских шашистов на соревновании. С юными чемпионами пообщалась наша съемочная группа. Даша Вахрушева попала в объединение шашки Дворца детского творчества случайно. На стадионе ИКАР проводили шашечный турнир. Девочка попробовала в нем свои силы. Ведь до этого Даша играла в шашки вместе с родителями. Увидев способности у юной шашистки, Олег Васенькин пригласил Дашу на занятия в ДДТ. На первенстве в Нижегородской области по русским шашкам в группе девочек не старше 9 лет Дарья Вахрушева, пережив проигрыш в первом туре, послушала тренера, проявила боевой характер и выиграла у соперников в оставшихся поединках. Дарья в шашке очень интересная, она хорошо развивает мышление. Мне нравится решать позиции и проводить комбинации. Михаил Ковалев играет в шашке 9 лет, а в объединении пришел еще в детсадовском возрасте. Сейчас шашист – кандидат в мастера спорта. Шашки помогают спортсмену расти как в профессиональном, так и в личностном плане. На первенстве области юноша до последнего тура боролся за чемпионство, уступил сопернику по дополнительным показателям и занял второе место. Я сейчас тренирую терпение, выдержку, и когда играешь среди мужчин, начиная с чемпионата области, там применяются начальные две ходов, летающие шашки. И с ними, ну их надо тренировать, их 736 штук, и надо желательно знать, они начинают тренироваться, и вот я в этом году начал их тренировать. Чтобы подготовиться к соревнованиям, шашисты изучают позиции, дебюты, а также отрабатывают знания на практической игре. На первенстве области для участников прошло несколько турниров в разные игровые дни. Соперниками соровчан были ребята из шашечных центров области. Призер первенства мира Алиса Рубцова набрала на соревнованиях 15 очков из 16 возможных. Получаешь очень большой опыт. Вот ты ездишь, допустим, на соревнования, играешь с мастерами. Я ездила в Удомную, в Тверскую область. Там я играла с мастерами, ты получаешь большие эмоции и большой опыт. Алиса Рубцова стала чемпионкой Нижегородской области уже четвертый раз подряд. Миша Ковалев завоевал серебро в упорной борьбе. И появилась у нас совсем маленькая звездочка Даша Вахрушева, которая неожиданно выстрелила, неожиданно для всех, и для родителей, и для себя, и для соперников. Самое главное, для тренера она выступила очень неожиданно, очень меня порадовало. Еще восемь человек из объединения «Шашки» в других возрастных группах также смогли испытать себя на первенстве Нижегородской области в следующем туре. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА